Саламу алейкум, уважаемый шейх Аббакир. Саламу алейкум, здесь сидящий президент Духовного Ислама. Саламу алейкум, уважаемые присутствующие на этом торжестве, торжества, посвященные к месяцу рождения пророка Мухаммада. Я очень счастлив, что присутствую на таком торжестве, которое является во всем мире религией, как Ислам, самой просветающей и самопродвигающей религией. И в части этой провинции, в этой части Индии, уважаемый Аббакир создал такую систему, такую сеть, чтобы действительно вся молодежь мусульманин считала именно последователем Аллаха. Конечно, самое главное, Аллах, который не спасал свое послание через пророка Мухаммада, благодаря которому сегодня именно религией Ислам имеет самые результативные результаты, которые охватывают все больше и больше часть населения земного шара. Как ученые, я могу лишь использовать высказывания великых ученых со времен появления Ислама, как они оценивают Ислам и заслуги пророка Мухаммада. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал об Мухаммаде следующее. Пророк Мухаммад является великолепным правителем. Он сплотил общину в свете истину, и этого достаточно для почета. Он спас людей от пролития крови и достиг мира. Он открыл им пути духовного возвышения. Такой человек заслуживает всеобщего уважения. Пророк Мухаммада, Ислам. Пророк Мухаммада, Великий философ, ученый Гёте сказал, он не поэт, а пророк, и донес до нас Мухаммад Коран, божественный закон, а не книгу, написанную человеком для развлечения и повышения общей образованности. Пусть воссияет правда, которую донес до нас Мухаммад. Великолепный ученый Гайлор Дорман, в книге «Понимание ислама» написал, чудо Корана кроется в его идеологическом послании, в истинности, его нравственном моральном учении, сведения о мировоззрении и будущих явлениях. Шведский король Густав III написал, «Основа ислама очень проста. Это формула. Нет Бога, заслуживающего служения, кроме Аллаха. И Мухаммаду была неспослана эта истина. И не найдете в этой книге, в Коране, ничего, что пролетворечит наукам нынешней эпохи. И заслуживает эта религия, чтобы ей последовали». «Ислам воспитывает чистого, честного, искренного, трудолюбивого, и стойкого человека. Поэтому все больше и больше молодежь принимает ислам и его дальше распространяет по всем миру». «Ислам, как правило, Дети учат основу Корана. Человек, который воспринялся с такой возраста именно основу, самую лучшую сторону Корана, которая формирует лучшего человека в мире, это останется у него на всю жизнь, и он, конечно, будет развиваться. Я приехал из Кыргыстана, это центры Центральной Азии. У нас окружает Казахстан, Узбекистан, Таджикстан, поближе Туркминстан. И с 1992 года, когда развалился Советский Союз, очень быстро стали развиваться именно глубокое изучение, не фундаментально, а глубокое изучение основ Ислама. И за это время, за 25 лет, построили более 2000 мечетей, в которую ходят не только люди, которым преклонных лет, а именно молодые. Каждую пятницу в мечети приходят десятки тысяч молодежи. Вот это именно религия, которая ожидает в будущем прекрасного распространения во всем земном шаре. Я, во предыдущем, являлась в Кыргыстане. Я, как эксперимент Кыргызской республики, хотел выразить огромную благодарность руководству и правительству Индии за то, что создал демократическое государство, в котором каждая религия развивает сам по себе, создает благоприятные условия, не переграждает развитие той или иной религии, и все конфессии живут в мире и согласии. И это, конечно, мог сделать великий народ, мог организовать именно руководство великого народа, как руководство Индии. Продолжение следует... Я, как ученый, искренне хотел бы, чтобы именно люди, которые познали на основе закона шариата, написанного в Коране, люди, которые во всем искренны, терпеливы, готовы помочь беднякам, именно чтобы дальше занимались, они занимались наукой, научно-исследовательскими работами. Они были привлечены к фундаментальным исследованиям во всех областях человечества. Руководство духовенства Индии и во всего мира по развитию ислама больше внимания уделяли получению фундаментальных знаний науки, техники, технологии, новых направлений науки. И обучали наших детей, и финансировали их получение в лучших учебных заведениях мира. И тогда, конечно, как Средневековья, как Улухбек, как врачи Ибинсина, как другие ученые прошлых периодов развития ислама внести настоящее время свой весомый вклад в развитие новой науки, новых технологий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Только владение достижениями науки и научно-исследовательской работ позволит выйти именно молодежи и религии ислам, показать себе, на что способны люди, сформировавшиеся на основе великого послания Аллаха Корана. Продолжение следует... Место для работы в научно-исследовательских институтах Национальной академии наук от Университета Марказа. По любым специальностям, особенно в области медицинской специальности, экологии, технологии, геологии, минеральных ресурсов. Я искренне хочу, чтобы у нас сложилось самое тесное сотрудничество по научному обмену между нашими университетами. Продолжение следует... 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 Это величайшее изобретение, созданное уважаемым шейхом Аббекаром для воспитания молодежи именно получения образования. Спасибо вам большое за это. Спасибо вам большое за это. Еще раз всех вас поздравляю именно месяцем рождения Пророка. Желаем вам счастья, здоровья и успеха в работе. Спасибо.